Отметили день микрорайона. В авиагородке накануне прошел большой праздник. Для местных жителей подготовили концертную программу и угощение солдатской кашей. Так там отпраздновали наступающий день победы. Начали череду праздников именно в авиагородке не случайно. Здесь живут в основном люди военные, то есть знающие, что такое защита страны. Вода, гречка и тушенка. Технолог делится рецептом солдатской каши. Ей на праздники угощают абсолютно всех. Для полковника запаса Олега Димова эта еда очень знакома. После того, как уволился, думал, больше никогда в жизни ее не буду есть, потому что наелся за все годы службы столько ее. Наверное, несколько мешков каши съел. Ну нет, ничего. Каша понравилась всем жителям микрорайона. Ее уплетали и стар, и млад. А по соседству на площадке концерт, песни военных лет. Выступление молодежи, труженик тыла Мария Черкашина смотрит с удовольствием. Ее детство таким счастливым не было. Работала в колхозе с ранних лет. Тракторов не было, на баке пахали. Баков надо из борозды в борозду. А ребенок, считай, рабочие руки не отрывать. Я водил целый день. Для того, чтобы не повторились те времена, чтобы помнили войну, чтобы помнили и чтили ветеранов. И проводятся такие праздники. Поздравить ветеранов, поздравить всех наших горожан, жителей поселка Авиагородок и поселка Престанционный, который находится через дорогу, с этим, наверное, самым главным, самым великим праздником для нашей страны, для любого гражданина Российской Федерации. Потому что, наверное, до тех пор, пока мы помним, до тех пор этот праздник и у нас всегда будет святым. И молодежь у нас будет воспитываться правильно, на правильной истории. До конца мая праздники пройдут во всех микрорайонах Южного округа. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наш Время.